Семь, семь, впереди вы ставите МГ и ваш вариант ответа. И, соответственно, ждем, 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 правильно вы ответили на него или нет. Звонок. Это гости. Точно. Вот сразу, кстати, с гостями вместе и расскажем, что же у нас сегодня в чемоданчике, потому что, ну, стоит же уже объявлять. Я предлагаю встретить все-таки. Я пойду с чемоданом, как будто я куда-то собралась. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, кто же к нам пришел? Евгения Краева, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, наши красавицы. Привет, моя хорошая, пойдемте. Милости просим на наш диванчик. Сразу, знаете, как хозяин, да, практически спрашиваю. Чай, кофе? Кофе. Кофе. Я от кофе не откажусь. Хорошо, окей. Да, Рита тоже кофе у нас попьет. Рита у нас участница, кстати, Влад, вместе с тобой же, да? Мы с Маргаритой, так сказать, практически брат и сестра в одном проекте участвуем. У нас это хорошо получается, скажу. Ну что ж, Евгения, ну давайте действительно о том, что же происходит с нашими героями. Героями нашей рубрики, которая называется «Азбука стройности» вместе с центром Барменталь. Доктор Барменталь. Действительно. Маргарит. Ну вот Влад мне рассказывает так по секрету иногда, что он то худеет, то останавливается, то снова худеет. С чем это связано, он пока разбирается. Вот обращается к специалистам, которые советуют. Как у тебя? Ну у меня тоже. Первое время все было так стремительно, уходили объемы, что очень радовало. Уходил вес. Ну сейчас тоже у меня появилась такая небольшая остановка. Я думаю, она скоро закончится, потому что она меня очень пугает. Да, но как нам рассказывали, что эта остановка, она просто необходима, потому что вес, ну тело приходит в норму, потому что вес определенный уже скинут, все должно немножечко подтянуться. Я думаю, как только эти процессы у меня закончатся. Евгения, ну вот действительно, вот почему и у Влада такая ситуация, да, на данный момент, и у Риты, ну они же вот уже вдохновленные, радостные. Ну пошло дело. В чем дело? Что происходит? Это обыкновенная физиологическая ступенька, которая связана, как правильно Маргарита сказала, с адаптацией тела. Подтягивается кожа, подтягиваются внутренние органы, все тело перестраивается. Перестраивается сосудистая система, сердечные мышцы перестраиваются в ритм. То есть это огромнейшая работа для организма. И поэтому на какой-то период тело берет тайм-аут, оно отдыхает и занимается внутренней работой. То есть паниковать не стоит, да? Нет, не стоит. Давайте сейчас, знаете, что посмотрим. Маргарита тут ездила у нас, давеча на выходных, да, на этих? Ездила она у нас на здоровье, на Танай. И как же это проходило, я предлагаю, Влад, давай присоединяйся, вместе посмотрим. Партнеры проекта – Центр снижения веса «Доктор Барменталь» и курорт Танай. Проект «Азбука стройности» в самом разгаре. Пришло время навестить и женскую его составляющую. Наше знакомство с Маргаритой состоялось чуть больше трех недель назад. Тогда перед нами стояла непростая задача. Исходные данные девушки – вес в 113 килограммов, десятки перепробованных диет и фитнес-направлений. Зато в арсенале помощников безумное желание быть не просто стройной, но и здоровой. Я хочу иметь здоровых детей. Как всем известно, то, что полнота мешает рождению ребенка. Ну, может быть, даже не совсем мешает, а очень трудно выносить ребенка. Хочется легкости. Хочется покупать любимую одежду, которая нравится, а не которая подходит. Если вы думаете, что все это время Маргарита сидела сложа руки, то очень сильно ошибаетесь. Благодаря методикам Центра снижения веса «Доктор Барменталь» девушка уже скинула 7 килограммов. И все это еще не прибегая к физическим нагрузкам, только осознанный подход к потреблению пищи. Поэтому поездка на горнолыжный комплекс в курорт Танай будет для нее своеобразным поощрением. Сейчас наша подопечная отправляется в Алтай-спа, чтобы убедиться на собственной коже, что похудение может быть и приятным. Все начинается с ароматного массажа, а уникальный кедровый скраб тонизирует и создает очень необычные ощущения. Такое ощущение, что с меня снимают лишние неприятные какие-то частицы, да, вот мне подсказывают. Столь приятные и подготовительные процедуры позади, пора приступить к главному. В соседней комнате нашу героиню уже заждалась кедровая паровая бочка. Маргарита в такой ни разу не была и сперва сомневалась, не будет ли там жарко или некомфортно. Как оказалось, зря. Знаете, жара нет, но очень приятное ощущение в коже. Кожа гладкая и чистая, свежая, легкая. Внутри этой бочки распыляются травяные фитосборы и экстракт пантов-моралов. Для кожи это настоящий праздник. Она разглаживается, омолаживается и приобретает тонус. Как раз то, что нужно худеющему организму. После самое то попарится в сауне, что и делает наша Маргарита. А на десерт сегодня чайная церемония под этномузыку. Я не только себя ощущаю комфортно, но и со стороны вижу. Прихожу на работу, мне говорят, Рита, ну давай делись своими результатами, скорее расскажи нам, как ты себя чувствуешь, легко ли тебе. И я с радостью рассказываю, как мне комфортно, как мне классно. Визит Маргариты на Танай не просто дополнительный способ сбросить вес. Это еще и значимый психологический момент. Специалисты утверждают, что во время похудения очень важно хвалить самого себя даже за незначительные успехи. А если награда еще и полезная, то эффект гарантирован. Ольга Дурных, Ксения Еременко, Эдуард Артеев, Дмитрий Шилов. Специально для программы «Кто там?». По-моему, шикарно. Мне кажется, неплохо от дохода. Насладилась? Хорошо было? Мне очень понравилось. Почаще бы. Почаще такие выходы, знаете. А вот действительно полезно ли при похудении, когда ты находишься на пути истинном, назовем его так, подвергаться вот таким вот воздействиям на свой организм? Ой, это очень приятные воздействия. Во-первых, они приятные. Они очень приятные. Мы вообще всегда своим клиентам рекомендуем делать что-то для себя приятное. Особенно если это связано с приятными ощущениями в теле. Это вообще здорово. Тело очень любит удовольствие. Ну что ж... Не зря мы переместились вот так вот сейчас. Все почему? Все потому что мы хотим измерить, правильно? Да, да. Я хочу измерить Маргариту, померить ее талии. Я принесла специально для этого карту. Я вот смотрю в карту и вижу... А эту карту они заполняют участники, да? Да, перед началом группы. Да, здесь ее стартовая цифра веса и стартовая цифра объема. Но это же не только как участники проекта. То есть все люди, которые приходят в центр Доктор Барменталь... Доктор Барменталь, да, они заполняют анкету. Да, да, да. И потом вот у них ведется такая вот карта, да? Да, вот изначальные сантиметры в талии были 108 сантиметров, сейчас 96. Это Маргарита... Это минус 12, правильно я посчитала? И даже за какое время? Минус 12 сантиметров. Маргарита, напомни, пожалуйста, ты... Это с 18 января. Да, да, да. Да вы волшебники, друзья. А килограмм сколько? Килограмм пока 7, вот ближе уже к 8. Но сейчас я говорила, у меня пока вес остановился и вот немножечко прибавился. Но это там есть свои нюансы. Свои нюансы, да. Вереди праздники. Причем такой хороший праздник 8 марта. Как будем бороться с тем, что стоит у нас на столе и что будем кушать, что вообще можно кушать, что нельзя? Я вам предлагаю перед советами, знаете, что сделать? Вот вы, наверное, слышали, пока мы тут готовились, что у нас есть такая рубрика в нашей программе «Кто там?», называется она «Что там?», «Что в чемоданчике?». И в чемоданчике уже вчера мы разыграли, вчера вечером и сегодня утром мы разыграли два билетика на каток. И сейчас у нас есть очередное задание для наших соседей, которые смотрят нас сейчас наверняка и завтра с утра будут смотреть. Так вот, лежит у нас здесь что-то очень интересное, то, что помогает нам развиваться. Это предмет, друзья. Да, нужный предмет, мы обычно с ним сталкивались, причем неоднократно. Мне кажется, он есть в каждом доме. Абсолютно в каждом доме. Начинаем мы им пользоваться с раннего детства. Он помогает нам развиваться, помогает познавать что-то новое, его можно брать с собой. Вот мы сегодня, когда обсуждали, как же все-таки говорить задание, решили, что это можно брать в метро, ну, там, где есть метро, к сожалению, Кемерово. В автобус, в конце концов, в маршрутку и так далее. Ну, а что самое интересное, что, в принципе... В дальнюю дорогу, давай так. Да, мы, наверное, в дальнюю дорогу, мы обобщим. Это общее название, так, знаешь, независимо от того, как этот предмет бы не назывался, название предмета бы не было. Нет, нам самое главное название предмета, ни его тема, ни что-то другое, просто название предмета. Итак, 5577MG и, соответственно, ваш вариант ответа, я напоминаю, что кто отвечает правильно, тот забирает содержимое чемоданчика, ну и, соответственно, вы продвигаетесь ближе к нашей супер-призу кофе-машины. А вы слышали, какой у нас супер-приз? У нас кофе-машины от компании Lovace, настоящие, хорошие, с капучинатором, все как полагается. Супер. Если люди отвечают пять дней подряд правильные ответы, они выиграют эту машину. Так что я думаю, что нужно стараться, и все получится. Да, у нас сейчас, давайте, знаете, что посмотрим. Вот центр Барменталь же, он давно уже существует и развивается интересно, прогрессивно, участников много, клиентов. И вот я предлагаю посмотреть сейчас вместе, как же все-таки он зарождался, что же с ним было и вообще, как он... Как строился, в конце концов. Как строился, центр Барменталь. Сколько себя я помню, я всегда хотела похудеть. Лишние килограммы мне мешали и в школе, и когда училась в институте, в техникуме, всегда было очень сложно. Мне даже знакомые говорили, что у тебя одна, по-моему, головная боль, это сбросит лишний вес, что жизнь на этом не останавливается, что ты и так выглядишь прекрасно, но меня это не устраивало. Может быть, с детства была закормлена родителями, которые кушать и за маму, кушать и за папу. В дальнейшем это уже... Желудок был растянут, и потребность пищи была очень большая. Все, что бы я не делала раньше, не давало положительных результатов. Килограммы быстро уходили, но еще вдвойне они ко мне возвращались. Программа, которая предлагается в центре, не была для меня сложной. Просто в этой программе все жизненные принципы были разложены по полочкам для меня. Сейчас я чувствую легкость движения. Мне было, например, очень сложно... Ребенку у меня было маленькому 3 года, очень сложно было его одеть в детском саду. На работе мне стало намного легче работать, обобщаться в коллективе. Чувствую внимание со стороны мужчин, меньше замечали взгляды в мою сторону. Мой вес был 124 килограмма. Через полгода я похудела на 25 килограмм. Через 5 лет я похудела на 38 килограмм. Теперь мечта моя сбылась. Я поняла, что мы не бессильны, а безвольны. Мы не ставим перед собой цели, а, соответственно, нет целей и нет их исполнений. Стройность – это красота, это легкость, это романтические путешествия, романтические вечера, это море, солнце, пляж, исполнение всех желаний и любовь со стороны мужчин. Не теряйте время, обращайте к специалистам, и вы будете стройными. Маргарита, недавно было новоселье, заехали в новую квартиру. Соответственно, стол, как всегда, поляну накрывали. Стол ломится, ну, как обычно у нас бывает, но это менталитет русских людей. По-моему, это так всегда проходит у нас застолье. Прийти, подарить подарок и накушаться. Да, а вот если ты участница проекта «Азбука стройности» от центра «Доктор Барменталь», что делать? У нас была американская вечеринка, у нас были хот-доги, пиццы, крылья, картофель запеченный. Мне это не страшно абсолютно, потому что я к этому ко всему научилась ровно относиться. Абсолютно равнодушно. То есть ты это не ела? У меня не было желания, во-первых, это даже попробовать. Хоть я и старалась, и наготавливала сама, я раньше очень любила. Она не специально это сделала. Я почему смотрю с такими удивленными глазами? Вот я бы пока готовила, попробовала бы все. У меня есть своя определенная еда. Я не хочу сказать, что я особенная, я не хочу сказать, что я другая. Я могла попробовать чуть-чуть. У меня там были прекрасные овощной салаты. Почему бы я не могла его отведать? Мне не задавал никто лишних вопросов, потому что я вела себя абсолютно так же, как и другие гости. То есть не было чашки, так сказать, на которую все должно кончиться? Нет, все ходили, это был фуршет, я обошлась именно так. То есть все накладывали себе в тарелочки. Я как гостеприимная хозяйка пыталась всех обслужить. И никто не задал никаких вопросов, Рита, что с тобой, или Рита, ты покушал наконец-то? Вот Евгения, правильный подход к делу? Правильно ли Рита сама себя настраивает на то, как нужно приводить себе форму? Ну я так чувствую, Маргарита очень такая достаточно сильная мотивация, да? Раз она может отказываться от таких высококалорийных кусочков, ну достаточно вкусных и аппетитных. А мотивация всегда это позволяет делать, да? Ну, например, да, наш клиент очень часто рассказывает, смотрю вот на этот обильный стол, да? И вместо стола я вижу шикарное там красное платье, да, девушки говорят. И мне неинтересна становится вся та еда, которая лежит на столе. Вот, ну а вообще, вы знаете, уже давно доказано, что человек, ну любой человек, да, за праздничным столом способен переедать на 8-10 тысяч килокалорий. Представляете? А это где-то килограмм и даже больше килограмма чистого жира. Ну это как всегда, пять салатов на одну чашку, потом миску туда же и так далее. Но тяжело бороться, когда бабушка, например, подкладывает и говорит, внученька, ты совсем молодежь. Ты такая худая. И вот пока мы говорим про внученьку и про бабушек, я предлагаю, знаешь, что еще сделать? Посмотреть дневную историю. Да, интересно.